здравствуйте друзья утренний вопрос доброго времени суток михаил хочется вашего совета мне 19 лет учу веб-разработку потихоньку осваиваю html css в этом же году окончил школу сдавал экзамен по информатике но на бюджет не хватило баллов пришлось идти в область не связанную с ней но не суть не вниз информатик дело в том что я терпеть не могу математику собственно из-за нее на бюджеты не хватило баллов меня просто тошнит от нее не ото всей есть области в которых я души не чаю комбинаторик теория вероятности задачи на логику для решения которых нужно пораскинуть мозгами и составить уравнение с помощью которого задачу можно решить а вот все остальное включая геометрию всякие логарифмы и так далее не люблю я не говорю что я этого не понимаю с пониманием этих вещей проблем нет но решать такие задания нет абсолютно никакого удовольствия и учить их тоже а все вокруг говорят что не стать никаким разработчиком без знания высшей математики и всех этих интегралов логарифмов и так далее на вопрос как это поможет в решении прикладных задач никто ответа не дает надо знать и все ну да в университетах то откуда они знают но ведь у меня и без этого вроде как получается я могу даже какой-нибудь пока простенький сайт состряпать все говорят что математика мозги в какую-то нужную плоскость поворачивает так я очень долго и упорно изучал химию собственно химическом и учусь но работать в этой области не хочу химия просто для души но мышление она развивает ничуть не хуже чем математика так вот сам вопрос неужели не стать мне веб-разработчиком без знания нескольких томов учебник по высшей математике и всех этих формул теорем и теорем вот такой вопрос раз вопрос принципиально поставлен мы на него принципиально ответим значит безусловно веб-разработчиком можно достать без геометрии и логарифмов это это уж точно но тут есть тонкость значит дело в том что все-таки когда тебе 19 лет и ты думаешь о том чтобы быть разработчиком веб-разработчиком у тебя нет ответа на вопрос а что будет через мир 10 лет а что будет через 20 30 и 40 а что 40 вот ему 40 через 40 лет его будет там 59 ему еще работать в общем то ну конечно наверное он не будет уже там код писать а может быть он будет как-то руководить там какой-нибудь командой пишущий год а может у него свой бизнес какой-то будет мы не знаем но я просто к чему говорю что если он думает о карьере в какой-то области то эта карьера не заканчивается первым шагом а только начинается им понимаете поэтому если человек хочет подняться как-то вот более-менее прилично в профессии которую для себя выбирает он должен сказать вот я хочу быть там допустим там ну вот тоже в этом топ one percent top five percent top ten percent я хочу быть вот лучшим в своей профессии как бы до среди там одного процента лучше двух трех пяти десяти там и так далее и когда как не в 19 лет ставите такие задачи то есть скажем если бы он сегодня там был там 39 он бы сказал себе ну хорошо мне нужна работа семью кормить там туда-сюда ну так я буду там 5 50 процентов но мне хватит на работу на жизнь хватит чего выпендриваться правда вот это другая философия совсем и задачи другие решаются так вот есть такие области есть такие области где надо знать математику но я не знаю насчет интегралов нет мне трудно придумать такое применение вот где где там интегралы или логарифмы используются в там не создание веб-сайтов не представляю вот но но есть разделы есть узкие разделы где очень мало людей работает и там очень специфические требования и так далее то есть ответ мой такой в этом смысле что она как бы не неплохо знать но шансы что ему это реально пригодится крайне невелики ну крайне невелики но он очень невелики более того если он от этого шарахается и дальше будет шарахаться что не факт что не факт то есть он шарахается потому что он не видит применение как такое применение увидит и конечно в университете тебе никто про применение не скажет то что университет это кого противоположность применению понимаете люди которые работают в университетах как бы основная философия их жизни это быть как можно дальше от практики в общем то вот поэтому я не имею ввиду отдельных людей которые наоборот пытаются связать да но я имею ввиду университет как систему как вот организацию который чем-то занимается они гордятся тем что они на теоретическом уровне они вот не опускаются до какой-то примитивной практики вот и они не знают откуда же им знать а так в принципе важно если я веду предмет я хочу чтобы люди там уважали мой предмет да я когда-то хорошо и с логарифмами и с геометрией я очень любил геометрию кстати геометрия настолько стройная логично и изумительная наука и я могу сказать что из дисциплин которые я изучал уже потом на математическом факультете уже когда по-серьезному меня потрясала красота есть такая дисциплина называется дифференциальная геометрия это вообще мне мне всю башку снесло от от восторга ну не суть никогда нигде не применял ничего из этого хотя я работал инженером в как в кб мы там занимались разработкой цифровой аппаратуры связи вот и один раз на этим один раз странная задача перепала там делали какое-то оборудование которое должно было в таком контейнере находиться посреди холодных мест на день в сибирь там крайний север вот и опускали с вертолета этом антенна выстреливала и связь устанавливаю и вот ну не суть какое-то время она должна была автономно работать там книгу не дизель очкам был соляркой там или с чем не знаю и вот нас там сидело 60 человек инженеров ну и ну электроники конечно и там говорят вот надо посчитать температурный режим там вот этого ящика в котором все это стоит и вот добрались до меня никто не мог посчитать и говорят вот там вопрос такой что если там пришел человек который обслуживал до 25 градусов тепла разогрел а на улице минус 40 то вот за какое время взять фигня остынет до минус 40 с учетом того что вот теплопроводность там стенок такая-то и так далее и во сколько было народу никто не мог составить простенько такое дифференциальное уравнение но это не было связано с тем что я был электронщиком понимаете так вдруг какая-то сбоку слева слева справа какая задача поэтому она неплохо когда ты можешь но с другой стороны прекрасно без этого проживешь тут еще один есть момент значит да я возвращаюсь той мысль которая не закончил что все-таки его отталкивает не то что вот там дисциплин какая-то не такая а его отталкивает то что он не понимает зачем и далеко не все люди вот это существенно далеко не все люди если мягко так сказать являются хорошими такими академическими изучателями чего-нибудь вот есть люди академически вот он сел и сидит и учит эти вот пойдите в синагогу сидят люди крутят пейсы и учат вот там философию понимаете но это надо так склад такой иметь в основном люди практики понимаете практики вот они начинают что-то делать и у них растут идею там идея здесь идея вот так это понятно мы мы все мы все практики в какой-то в какой-то мере хотя есть люди которые шарахаются от практики вот я таким был по молодости я был таким академическим что шарахался от практики а потом когда уже начал работать там и так далее вдруг так я чувствую что и через практику много в голову заходит не обязательно вот так там по книжкам или там вот не дают стать так мою полосу господи так что я хочу молодого чека успокоить вот то что он химия изучает химия прекрасная наука очень достойная и если вы меня спросите я тем более он для души химия у него для души слушай а работа и в химии правда это но я не знаю на порядок достойнее чем допустим там чем там веб-сайты делать вот разве можно сравнивать это серьезная наука требующая многих лет учебы и многих лет практической работы для того чтобы начать что-то себя представлять это серьезная область это вызов против тем более для души что же что же ты будешь против души то мышление развивает ну я я бы насчет мышления не переживал потому что если комбинаторика например ему нравится то уж комбинаторика для мышления просто как бальзам на сердце поэтому мое личное мнение то есть комбинаторика вообще мало кому дается гораздо меньше дается чем геометрия кстати это вот я я так это понимаю вот как бы мое субъективное восприятие комбинаторика гораздо сложнее восприятие вот поэтому но не знаю я бы я бы не боялся за мыши за развитие мышления а вообще наверное наверное надо дать вещам просто произойти то есть есть люди которые пытаются вычислить что-то сильно наперед и и это сложно потому что неполное условие у задачи то есть мы не знаем толком какие у него таланты мы не знаем толком какие будут возможности для применения тех или иных талантов вот надо просто дать выдать вещам произойти то есть не не зажимать себя в какие-то рамки такие узкие тем более в 19 лет откуда откуда узкие рамки вот быть веб-разработчиком я даже не моё такое глубокое убеждение состоит в том что молодые мозги надо нагружать по максимуму то есть надо надо ставить задачи возможно более сложные чем больше ты можешь потянуть по сложности тем больше ты себе бери если у тебя потенциал вот такой а ты взял чуть чуть меньше или там сильно меньше еще что-то тебя простенько было понимаете вот в этот момент вы начинаете себя терять вот себя терять нельзя себя надо наоборот искать поэтому делайте то что сложнее и как бы говорить себе вот я ну чего ну там на 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 веб-разработку меня хватит там ну там да хватит я дорогой разработку дальше что будешь делать вот я бы я бы так этот вопрос ставил то есть если ты хочешь какую-то профессию идти ставь себе максимальную задачу которую ты в этой профессии будешь решать ну в том смысле в каком-то весе сегодня понимаешь может с людьми посоветуешь и так далее и химия я я к химии исключительно хорошо отношусь ничуть не хуже чем вот к веб-разработке веб-разработчиков штампуют а химиков штамповать невозможно понимаете и чтобы химика произвести нужно много усилий очень-очень много усилий а веб-разработчиков штампуют из людей которые не то что геометрии или там логарифмов не знают а зачастую там написать без без ошибок не могут там две строчки и тем не менее я я не хочу как бы выразить какой-то там неуважение ли там подорвать чего-то в этом в этой области я просто хочу сказать что компьютерные науки на на простом таком уровне веб-сайтики клепать или там что-то такое может быть чуть-чуть посложнее это доступно вот школьникам старших классов это они могут делать химиком ты не можешь так против химиком ты должен поучиться еще пора университете да еще и поработать и вот тогда может быть начнешь что-то понимать поэтому ставьте серьезные задачи счастливо